Друзья садоводы, мы с вами находимся в Красном Хуторе, Красный Хутор Шушенского района Краснодарского края. Значит, это участок семьи Железовых, а это мои уважаемые гости, причем непростые гости. Вот, я вас сейчас представлю, а потом этот фотоаппарат, который снимает, передам Елена Александровна Савельевич. Аспирантка, моя помощница, единственный человек, который соединяет в себе мост между наукой и любительским садоводцем. Вот, сейчас мы будем ходить, я покажу деревья, привитые ее руками. Так, теперь, значит, журналистка из Красноярска, она же моя землячка, вот, Мирослава. Как ваша фамилия еще раз? Демьянчук, а слово Демьянчук. Демьянчук, вот, она же землячка, вот, так что, да, я люблю гостей, а тут такие гости, вдруг. Человек, который жил в Москве, потом что-то случилось, он оказался в Красноярском крае, а нет, в Хакасии. Ничего не случилось, просто переехал. Ну, такое редко, но бывает. Так, теперь, гостей представил, теперь отдаю фотоаппарат. А вы не представили, что это Евгений Сахаров. А, Евгений Сахаров. Может быть, будущий... А к тому Андрею Сахарову какое-то отношение имели? Нет. Нет. Дело в том, что, хотя мы уже не молоды, но если я начал вторую жизнь с 51 года, все это было потом, что я вам сейчас показывал, значит, получается, у вас тоже большое будущее. У вас все впереди, Евгений Александрович? Так, пойдемте. Значит, показываю. Вот этот кусочек сада, который слева, это все я подарил и продал в свое время соседу. А потом все это выкупил. Вот, здесь уникальный урожай, здесь уже рекорды именно молодого сада. Рекорды старого сада. 40 и более ведер с дерева абрикосов. 40 и более ведер с одного дерева груши. 40 и более ведер с одной яблони. Вот, все это, так сказать, неинтересно. А я сейчас, вот жалко, если ветер помешает рассказать, и объясняю вам, журналистке объясняю Мирославию. То есть, получается так. Вот мы пойдем сейчас туда. А этот участок я прикупил в 15-м году. И здесь было огромное, небольшое, ну, прилично картофельное поле. И мне пришлось, а я уже 20 лет учил всю страну, переучивал. Знаете, буквально через калины переламывал. Возбуждая зависть, ненависть, все что угодно. Настолько все противоречит общепринянным приемам. Вот. И мне пришлось фактически сдавать экзамен. Пойдемте, пойдемте, смотреть, сдал я экзамен или нет. В 15-м году здесь было картофельное поле. Идем сюда. Плохо ветер, он может помешать. Вот можем около яблоньки остановиться. Сама как сала. Это Антоновки. Я буду показывать. Будем больше обращать внимание на то, что заслуживает внимания. А то подумаешь, Антоновка. Вчерашний день я сюда приехал, здесь уже Антоновки были. 40 лет назад. Вот, вот видите. Елена Александровна Савинич, помните, мы ставили вас рядом и считали в Савиничах высоту. Не обидишься, как в попугаях. Ну. Точно так же. Мы считали, получалось 3,5 ваших роста. Сейчас она уже больше. Так, я обращаю внимание, что это такое. Это, ну там. Сихотоалинский абрикос. Из Сихотоалинской тайги его привезли. А вон на стволе есть одна. Несмотря на то, что они вот такие вот, они представляют себя в огромную цену. Вот сейчас уже на лес. А у меня помнили десятки трехмитровых банок. Это тысячи, тысячи косочек. Уже этого. Уже этого. Значит, во-первых... Грязные. Грязные, не грязные. Ну, ради науки. Съешьте, а. Ради науки пожертвуем. Легко вашего здоровья. А я их им спокойно, прям глядые. Пойдут? А почему они из дикой тайги и вкусные, сказать? Вкусные. Вкусные. Почему? И нет волокнистости. Да. Потому что, напротив, растут шикарнейшие абрикосы. Попробовать не могу, две-три недели закончились. Да, ну, идем что-нибудь. И они вступили в прямые половые связи. Антинаука. Я не знаю. Надо знать. Почему? То есть, беспорядочные половые связи. Беспорядочные половые связи. Дело в том, что прямое опыление по генетике цели не должно влиять на... Должно влиять, ну, как? Вот здесь повлияет. То есть, потомство. Опыление. А здесь они просто взяли, окрасились. Были желтые. И стали вкусные. То есть, это называется телегония. Если в эти педиции загляните, там окажется, телегония это уже наука. Ее не существует. И так далее, и так далее. Но, тем не менее, они сильно изменились. Они стали, несмотря на то, что они мелкие, годятся для всей Северной Руси, для Сибири, Урала и Дальнего Востока. Почему? Потому что их можно использовать нескольких этих. Прямо за то, чтобы кушать их. Просто кушать. Соки, компот и варенье. Ведь в большинстве садов их этого нет. И в большинстве научных учреждений этого тоже нет. В свое время решили, что или не перспективно, или невозможно. И вот я к чему говорю. Есть еще несколько предназначений. Представьте себе, что вот эта ограда, видели, 15-го года посадка косточкой. Косточкой. Надо показать вот так, отсюда. То есть всего 7-8 лет. Вот эти, вот эти... Из косточки. Из косточки. Плодоносят. Да, они уже три года плодоносят. Начали с 5-6-го года. Самые высокие, покажи. Вот. И получается, что это что? Это ветро... Ломная или по-другому. Ветрозащитная полоса. Вот. Который... Как на Донбассе. Докучаевские эти полосы. Да, да, да. Вот они. А вы так все знаете. И про Докучаевские полосы. Ну так я же жила на Донбассе. Ну что? А их вырубили. Сейчас их нет. На дрова пошли. Вот теперь по-новому надо. И расскажу. Это звучит как анекдот. Значит, в городе... Боюсь говорить. И фамилию боюсь говорить. Сейчас я скажу, как город называется, Дальний Реченск. Нет, нет. Я сейчас говорю про Украину. А? Поступил заказ на 50 килограмм косточек. Вот этих. Мне. Я бы мог их сразу продать все. Заработать 1-2 миллиона. Но, к сожалению, переправить туда сейчас нельзя. Вот. А сейчас не отправишь даже на Украину. А они там уже как по двое. Для моих же хасанских персиков. Которые уже по Украине пошли, пошли. Кстати, вот они все эти. Уже пошли по Украине. Видите как? А я с Украины родом. Разве мог я обойти в Украину? Представляете, какая? Мои персики привитые на вот эти вот. 50 килограмм переправить не могу. Почему я говорю? Потому что это будет на канале. Люди увидят тоже, как подздыхают. Ну а вдруг кто-нибудь найдет вариант, как переправить? Не повезет Украине. 50 килограмм. 50 килограмм. В прошлом году был урожай настолько невиданный, что мы вот так и собрать не смогли. В случаях абрикосов по 40 килограмм собирали. А потом они вот так ковром. Помнишь, ты приезжал с Иваном? Да. Собирали уже это. Косточки. Поздней осенью. Вот такие дела. Еще раз. Вот имея вот такие ветроломные полосы, для более нежных вещей, для персиков, для слив роскошных, для абрикосов. Зачем нам ветроломные полосы из тополей? Зачем нам они, когда вот эти... А вы знаете, что эти самые... Сегатолинские абрикосы вырастают до 30 метров. Это можно представить? И корневая система у них примерно такая же. Мощная. Мощная, поэтому их... А вот рост сюда, корни должны быть соответствующие. Вот-вот. И практически не нуждаются в увлажнении. То есть растут везде. Я вроде говорю об обыкновенных вещах. То есть поливать не надо. Для Сибири, для Европы это необыкновенная вещь. Да. Вот это. Они смотрят застелка сюда и обильность такая. Пойдемте дальше. А это от косточек, вот малыши. Это посевы. А это не обращать внимания. А здесь неудачный опыт. Бывает удачный. Тут дети садят, ребятишки. Колоновидные яблони. Вчера, кстати, в саду нам рассказывали, что колоновидные яблони мы тоже посадили в саду в Крутовском. Пять штук. И вот 15 лет они стояли, чтобы дать такие... Еле-еле жизненькие яблочки. И получилось, что... Ну, в Сибири это деньги на ветер. Хотя вот она выглядит не совсем так, как в рекламах. Тут все-таки она густая. Это только от подвоев зависит. Корневые отводки сибирок позволили дать. Вот это вот. Из-за подвоев, из-за того, что они привиты на корневые отводки, их качество, колоновидность, расползается. Вот скажи, что это колоновидка, и не поверишь. Расползается. Ну, так ее же надо еще и формировать, удалять все боковые побеги. Вот так вот, если удалить боковые побеги, все это умрет. У нас сибирь. Она не выносит обрезку. Получается, ну, полукарлик. Одно название, что колоновидное. Особо я не горжусь. Помнишь, Пирогов говорил, что даже можно в ведрах выращивать на ночь. Да, типа в катках. А на зиму опускать по два. А много вырастешь. А сколько там будет? Пять яблок. А труд какой, Сизихов. А сколько таскаться? Пойдем, тебе покажу. В этом году очень мало слив, пойдем сюда. А сливами я вам на том и сейчас много еще. Вот, смотрите, слива висит. Висит груша, нельзя скушать. Красота. Где-то еще на острове. Да, где-то еще на острове уже нету, там все же нет. А, где 1600 яблок было, да? Давайте так. Вон она, одна красавица висит. Держите. Она все равно, ее есть невозможно.